Привет, мои дорогие! Я, понимаешь ли, посмотрела на термометр. Там 30 с лишним градусов жары. Вышла, посмотрела на улицу. Солнышко, жарко. Думаю, что это мне такое одеть, чтобы мне не жарко было. Собралась я на почту сходить, заплатить за всё. Ну и пройтись там по улице Суворова, посмотреть, что там показывают, что продают. И вдруг резко что-то зашумело. Я открыла штору, потому что они у меня все закрыты от солнца. А тут вот что творится. Вы видите, что творится? И сразу же такой холодный ветер. Холодно-холодно на улице стало. А по дороге, посмотрите, как льётся, как из ведра дождь. О, даже и гремит где-то. Даже где-то гремит. И сюда попадает, вон мои цветочки в бозоне, оббивает дождь. Раньше... Раньше... Ой, где мой мяу? Где мой мяу? Ай, мой мяу пришёл. О, какая темнота в доме сразу. О, жесть! Да, свет надо включить. Что он не включается? Мяу мой пришёл. Откуда ты вынырнул такой мокрый? Откуда ты бежал? Шмячонька мой. Мой шмячонька. Откуда ты бежал? Я ещё подумала. Думаю, я ухожу. Он сегодня завтракал очень хорошо. И печёнку съел. Я её немножко обварила. И сушки погрыз. И потом я ему дала с пакетика. Думаю, он наелся так отлично. Я пока схожу, он кушать не захочет. Вот. Поэтому можно спокойно идти. А тут вот такой вот дождь лупил. Вот такой вот дождишься. А Шмяка прибежал. Не прятался ни в беседку. В беседке его не было. Потому что перед этим я смотрела, что в беседке нет. Где-то, видно, сидел. Он там, вот там, где у меня... Это самое... Все эти сложенные мусорные разные дождички. Там вот этот самый кирпич. Он там как-то ныряет под стол. И там ему прохладней. Вот пришёл какой мокрючий. Ой, какой мокрючий пришёл. Ну, Шмяка. Спрятался, да? Спрятался ты, мой хороший. Ну, всё. Что? И что? Куда я теперь пойду? Я время посмотрела. Как автобус у меня здесь будет. Выбирала, выбирала платье. Какое мне одеть? Вот не посмотрела платье, которое я привезла с Египта. Хотела его одеть. Это бело-розовое, голубое. А там, оказывается, надо немножко плечи поднимать. Очень большие вырезы под мышками. Как-то некрасиво. Ну, не то, что некрасиво, а то, что лифчик виден. Вот, надо немножко плечи поднять. Вот. Думаю, одену сарафан. Ведь 30 с лишним градусов. Ну, тут вот такой вот дождик. Да? Да, Шмяченька мой? Что ты туда сходишь? Куснёшь? Куснёшь немножко, и всё? М? Мальчик мой. А, мой мальчик мокрый. Всё. Он уже решил, что ему можно идти на улицу. А дождь не прекращается. Шмячка хотела на улицу выйти. И вернулся назад. Не прекращается. Ну, что это? Надо, наверное, и все переодеваться. Какой поход теперь? Ой, даже здесь. Даже сюда это самое. Идётся. Даже сюда льётся. Сарафаном уже не пройдёшь. Я думаю, что уже такой жаритики не будет. Можно одеть что-то другое. Это только ничего. И беседку всё залило. Потому что дождь такой косой, сильный. И я думаю, что и подушку там залило, и кофта моё, которая висит на спинке. Всё, наверное, мокрое. Ну, хорошо. Хорошо дышится так хорошо, легко. Цветочки мои не поломала. Стоят ровненько. Стоят, стоят, стоят ровненько розочки. Ну, наверное, похоже, похоже, притихает. Утихает дождик. Ну, ветер, слушайте. Ветер такой сильный, сильный, сильный. О, и даже и молния моргает. О, и загремела. Гремит и молния. Но похоже, что дождик куда-то уходит. Уходит. Дождик надо было, потому что там всё засохло. Люда сегодня не приходила. У неё дети прилетели домой. Наверное, пришли к ней за кошкой. Люда радовалась. Мне вчера звонила. Говорит, дети уже в Минске. Скоро приедут. Заберут свою животинку, которая не давала мне ни спать, ни ничего. Попрыгучая такая кошка. Я так с моего шмяка... Шмяк мой сегодня ночью. Форточка-то у меня открытая. И вот он, этот самый. Я слышу, что это какой-то шум. Думаю, что где? А это он с улицы залез в форточку, в комнату ко мне. Сходил на кухню там. Похрумкал. Пришёл и обратно вышел. И пошёл на улицу опять. А без форточки, открытой ночью, невозможно. Дышать нечем совершенно. Вот, смотрите, уже всё. Всё это самое. Я утром ещё проснулась и думаю, я это во сне видела или шмяк действительно приходил. Но когда уже посмотрела в мисочку его, смотрю, половина съедена. Значит, не приснилось. Всё притихло. А сейчас вот сидит на кухне, ждёт, что я ему что-нибудь дам. А, ты уже услышал, что дождик заканчивается. Уже вышел, моешься. Ах ты мой хороший. Я вчера так расстроилась. Идёт и мяукает таким... Хрипучим таким голосом тем самым. Люда, говорю, не знаю, что-то у меня с шмяком случилось. Как-то он хрипит. Она говорит, у нашей этой самой кошечки, которая у неё была, говорит, у неё было так, когда она заболела, и говорит, надо было прививку делать. Это страшная болезнь такая. И потом она уже быстро умерла. Я вчера как расстроилась. А потом шмячик ушёл и пропал. И полдня я его не видела. И утром сегодня зову-зову, а он не идёт. Думаю, наверное, что-то случилось. Ну, потом пришёл, пришёл... Ой! Ты чихаешь? Чихаешь, мой хороший? Скажи, от этой жары можно и завалить, конечно. И слышу уже мякует нормально. Я тогда уже успокоилась как-то. Ну, что-то вот чихает. Жарко ему, тяжело тоже. Скажи, мне в шубе такой жар очень тяжело. Вчера на градуснике, на солнце, у нас было 40. 40 было, ну... Дождь облил все мои цветы. Ну, какие. Были такие красавцы. Белая моя пропала. Были такие красавцы. И вот, пожалуйста, дождь с ними сделаю. Надо, наверное, их обрезать. И пусть они дают какие-то свеженькие побеги. Ладно, пойду переодеваться. И, видно, сегодня мне уже не судьба идти. Потому что дождь все равно моросит. Он уже не идет такой сильный. Но он моросит. Ну, что я с зонтиком пойду. О, гремит, видите? И гремит еще вдобавок. Что мне? Горит, что ли? Просто так думала. Вот время так... Не с самого утра, когда люди там разложатся, палатки будут открыты. И заодно и пройдусь, и прогуляюсь, поснимаю что-нибудь. Не судьба. Не судьба.